Ежегодно в России 1 июня отмечается праздник, посвященный Дню защиты детей. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации является расследование преступлений против несовершеннолетних лиц. В частности, это тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийства, преступления сексуального характера, а также преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним. На территории Тамбовской области ежегодно возбуждается огромное количество уголовных дел, связанных с преступлением против несовершеннолетних лиц. Так, деятельность Жердиского межренно-следственного отдела включает в себя расследование преступлений на территории Жердиского, Токаровского и Мордовского районов Тамбовской области. В 2019-2020 годах на территории обслуживания Жердиского межренно-следственного отдела возбуждалось немалое количество уголовных дел против несовершеннолетних, в частности, связанных с наступлением несчастных случаев гибели детей в результате отравления угарным газом, а также ввиду неосторожных действий их родственников по исправности печи отопления, а также действия со средствами электроэнергии. Кроме того, на территории обслуживания Жерезко-Межоанно-Следственного отдела возбуждаются уголовные дела о преступлениях сексуальной направленности, в частности, уголовная ответственность за которые предусмотрена статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статья 131 и 132 — это изнасилование и насильственное действие сексуального характера, а также статьи 134 и 135 Уголовного кодекса — это половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, а также разрядные действия. Так, в прошлом году на территории Жерезко-Межоанно-Тамбовской области было зафиксировано два случая гибели детей в результате острое отравление угарным газом. И причиной попадания угарного газа в жилые помещения, где находились дети, являлись как раз неосторожные действия родственников жертв. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в России, родители должны должным образом обеспечить контроль за своими детьми. В частности, семьи, проживающие в многоэтажных и одноэтажных жилых домах, должны обеспечить нахождение рядом с несовершеннолетним лицом взрослого лица в целях недопущения наступления гибели ребенка. Кроме того, родители и дети, проживающие в многоэтажных жилых домах, должны обеспечить не попадание ребенка на балкон, где может быть открыто окно, либо имеется возможность ребенка самостоятельно открыть окно, также в целях недопущения наступления гибели ребенка при падении с высоты. Также имеют свои опасности и виртуальная реальность, где дети пропадают в интернет-пространстве. В частности, переписка несовершеннолетнего лица со взрослым лицом об интимной жизни. В случае, если такое взрослое лицо имеет намерение в реальной жизни встретиться с несовершеннолетним, либо вступить с ним в половое сношение, при необходимых обстоятельствах, которые предусмотрены в Уголовном кодексе Российской Федерации, может образовать собой состав уголовного наказуемого деяния. Также в настоящее время участились в случае проведения процессуальных проверок по факту дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних лиц, которые управляют мопедами без права управления на данное транспортное средство. Поэтому родители должны обеспечить должный контроль за своими детьми и не допускать их к управлению в том числе мопедами и иными транспортными средствами. Хочется отметить, что в условиях пандемии родители должны обеспечить своих детей занятием, которое сформирует у них должное уважение к нормам морали, а также человеческим отношениям. Этому будет способствовать в том числе открытие детских лагерей на онлайн-патформах, где дети будут получать ежедневно необходимые творческие задания, а также физическую нагрузку в форме зарядки. Также хотелось бы отметить, что родители должны обеспечить безопасность своих детей, и в случае, если им станет известна информация о готовящемся преступлении в отношении их ребенка, либо ребенка из соседней семьи, то они незамедлительно должны обратиться в правоохранительные органы, в частности в полицию по телефону 02, а также по специальному телефону действующей горячей линии «Ребенок в опасности», которая была создана специально для этих целей Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по следующему номеру телефона 8 4 7 5 2 71 01 35. Хотелось бы отметить, что родители должны соблюдать безопасность своих детей, а также любить и уважать их. Ведь в это время, в день защиты детей, это самое важное, что им сейчас необходимо.